Министер труда предложил ввести налог на безработицу 20 тысяч для начала. Он сказал, как вы считаете, нужны такие налоги? Нет, конечно. Я думаю, что не нужен такой налог. Безобразие. Как это? Если не работать, откуда денег? Работу пусть дают людям. Я считаю, нет. Большинство людей, которые безработные, они не потому, что не хотят работать, потому что социальный статус очень важен человеку, а потому что не так легко устроиться на работу. Знаю по себе. Особенно людям в возрасте. Это идиотизм. Нет, я считаю, это по поводу еще, видимо, страховки медицинской относится, что вот этот налог на безработицу. Совершенно это не. Есть люди, которые просто... Вот у меня данная ситуация, у меня мать больная, я не могу там полностью работать, я халтурю, грубо говоря. А с чего я ее платить буду? С ее пенсии? То есть мне надо как-то ее на ноги поставить сначала, потом самому найти работу, и потом, а так что получается? То есть есть обстоятельства, которые совершенно неприменимы. Есть люди, которые просто формально числятся, значит, уйдется. Это опять в серую, они будут где-то числиться, чтобы его не платить, а свои вот эти зарплаты будут просто уходить в ту же контору. Ну, абсолютно, по-моему, глупый закон. Ну, и надо подобраться вообще, кого считать безработным сначала, а потом уже вводить или не вводить. Нет, я считаю, что налоги не нужны, потому что если люди безработные, у них и так денег нету. А еще и налоги нет. Я думаю, что не нужно. Думаю, нет. У нас вообще введен налог на тунеетство, поэтому какое-то время он подействовал, и поняли, что под этот налог попадают все. Мамы, которые в декретах сидят, студенты и прочее, которые достигли уже возраста работоспособного. Поэтому это не работает. Это, наоборот, делает людей какими-то злыми. У вас в Белоруссии. Да, 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 у нас в Белоруссии, поэтому... Поэтому, я думаю, здесь... ...поэтому, я думаю, здесь... ...результатов положительных, и это... А как вы вот считаете, исходя из их логики, где человек должен взять эти деньги, если они не работают? Получается, что это нужно украсть. Да. Да, это заставляет человека... ...выполнять какие-то эти действия, чтобы попасть под статью. Противоправные, да. То есть, либо ты устраиваешься на работу, а если работы нет, то ты должен уже... Либо воруй. Либо воруй. Либо воруй, либо где-то... Другого выхода у тебя просто нет. Отдалживай, бери кредиты, что угодно, но заставляют человека быть несвободным. По всякому случаю, человек превращается... Он перестает жить. У него лишают его свободы. Ну, логики я здесь не вижу. Поэтому, я думаю, что такой налог не нужен. Дело в том, что... Объясню свою позицию. Во-первых, брать не нужно, потому что это, скорее всего, приведет к тому, что всячески будет народ этого избегать и переведет это еще к какому-нибудь новому сектору. А брать нужно, ну, логика проста, потому что граждане Российской Федерации получают так или иначе медицинское обслуживание, социальную защиту и так далее. Не бог весть какую в некоторых случаях, но тем не менее. Поэтому государство... А так как он не является трудоустроенным, соответственно, он не платит налог со своего дохода. Ну, он тогда и ничего не должен. В смысле? Не поняла. Ну, если не работает официально, значит, ничего не должен. Ну, по логике, министр отурда, который хочет ввести этот налог, он все-таки должен, потому что он пользуется услугами. Однако у меня есть большие сомнения относительно того, как это все будет проходить. Ну, в Европе вообще налог снимают. То есть, если ты прожил год, значит, ты на что-то и прожил, значит, с этого можно снять налог. И раз мы движемся к Европе, значит, у нас может такое же все случиться. Человек прожил, значит, у нас что-то жил, значит, он где-то деньги зарабатывал, значит, он все-таки может заплатить. А с чего он должен-то вдруг? Ну, опять же, возвращаемся, кого считать безработным. Одно дело домохозяй, который воспитывает детей, это самое. Другое дело человек, который якобы безработный, на самом деле, нигде официально не работает, ну, вот, так сказать, самому. Но при этом миллионер. Да, бомбит там, еще что-то, деньги, так сказать, живет. Почему он должен пользоваться бесплатной медициной при этом? Другое дело, пользуется ли он бесплатной или ходит платной, опять же. То есть, это все, мне кажется, это все скорее, так сказать, такие более политические игры, чем, как бы, реальные вопросы, так сказать, проблемы решения. Вот исходя из их логики, вы вот можете предположить, где безработный должен взять эти деньги, чтобы им отдать? Воровать идти надо же. Ну, не знаю. Трудно, да, придумать. Да. Входя из их логики, получается, что должен уходить на улицу где-то воровать. Или зарабатывать на последнее, а потом, не знаю, что даже сказать, сидеть на шее у второго, там, члена семьи или еще у кого-то. Там логики нету, поэтому сложно ответить на этот вопрос. Ну, из их логики, что, типа, работы много, но на самом деле-то ее совсем немного. Я с этим просто сталкивался и через биржу труда, ну, вот, центр занятости, и там не могут предложить. Ну, там смешно, если туда устроишься, там, по-моему, пять с чем-то, то есть, я не встал на учет, ну, пять с чем-то тебе поплачивают, да, ты хочешь отмечаться, и тут же, вот, как пример могу привести, там, вот, они предлагают, вот, налоговая, да, инспекция, вроде, та же должность, которая у меня, но зарплата 9 тысяч. Ну, это тоже смешно. То есть, мне даже, ну, полугода я получать 9 тысяч, а буду, то есть, ходить каждый день на работу, а буду к ним два раза в неделю, буду получать, там, пять. То есть, работа, как таковой, ее нет, она занята все равно всеми гастарбайтерами, потому что они сейчас цены подняли, ну, правильно, конечно, что на копейки жили, сейчас они, но все равно дешевле, чем, потому что они, ну, у них другие социальные условия, они живут, они не платят полностью все налоги, как мы, за квартиры и за это, они снимают где-то что-то, как-то выкручиваются. То есть, у них все равно эта работа временная, хочется найти постоянную. Видимо, да, видимо, они считают, что человек должен и так в таком состоянии, он в психологическом, неуравновешенном состоянии, он без работы, ему не на что жить, а еще и 20 тысяч рублей, да, вы говорите? Да, значит, должен либо взять на себя кредит, хотя ему, наверное, вряд ли дадут кредит. Кредит? Да, да, кредит еще же есть, некоторые банки дают кредиты. Ну, вообще, тогда человек погрязнет в долгах без работы. Нет, это очень печально. И второй вопрос, вот нам правительство 20 лет стагнации пообещало. Как вы считаете, после таких заявлений они не должны все свои компании во главе с Путиным взять и свалить? Нет. Почему? Ну, потому что зачем им валить, им хорошо живется. Ну, они же, по сути, такими заявлениями расписываются в своей беспомощности. То есть, они 16 лет сидят, сейчас нам говорят, 20 лет еще будет хреново, вы готовьтесь. Ну, им-то хорошо будет, правильно? Они много чего заявляют, у них было очень много заявлений, после которых им давно пора сдвинуться и идти в отставку, на самом деле. Почему они не уходят? А, ну, мы же живем в государстве, в котором правят чиновники, у них всегда будет круговая порука, и как бы мы этого не хотели, никуда они не денутся. А если денутся, то придут другие, пока сознание людей не поменяется. Обязательно. Только отставка. Только так. Должны. А Путин-то здесь при чем? Он же стагнаться не обещает. Экономический блок правительства давно пора отправить в отставку. Это его люди. Ну, что значит его люди? Это либеральные люди. Еще от команды, которая у нас, Кудрин, он привел, они как бы там и остались. У нас вот как-то то Путин правительство, то Медведев правительство. Ну что ж, у нас один Путин за все отвечает в стране? Не могу никак это прокомментировать. То, что будет хреново, это всем будет хреново. Ну, за исключением. А что делать надо? Вот как исправить, чтобы было не хреново? Ну, наверное, что-то поменять. Наверное, что-то не могу сказать конкретно, но мы как-то вот в последнее время... Да, Крым правильный, это наша Сирия. Тоже вроде братья-христиане, да? Тоже наши, да? Тоже наши, а все же прекрасно понимают, что туда деньги уходят, и деньги огромные. Это не, там, тот же мост, он им нужен, правильно, но понятно, что строим-то мы в итоге. И, видимо, вот еще оттуда предыдущие ваши вопросы, вот эти 20-ти должны вот туда вот везде уходить, как наши тут местные, да, там, на строительство стадиона, которого там две недели кто-то, ну, поиграют, да, посмотрят и отобрать от образовательных учреждений вот эти средства на капитальный ремонт, да, и отправить на строительство стадиона, на котором «Зенит» наш смотреть там, это я не знаю, будут туда ходить по 60 тысяч на него или не будут. Вот, и, ну, вот как-то так, вот, наверное, вот от такой дури надо избавляться. Нам правительство 20 лет стагнации пообещало. Скажите, после таких заявлений, они вот не должны все извиниться и свалить всей компанией во главе с Путиным? Опять же, вопрос. Я, честно говоря, не слышал этого заявления, поэтому прокомментировать не могу. А стагнация, во всем мире стагнация, почему у нас не может быть стагнация? Ну как, вот они 16 лет сидят, сейчас говорят, 20 лет, все будет плохо. Вы готовьтесь. Ну, лучше скажут, 20 лет будет плохо, а вдруг нам, чем скажут, будут говорить, что все будет хорошо, а потом и плохо. А вы не знаете, как сделать, чтобы хорошо было? Я не отношусь к тем, так сказать, разрядам договора, которые знают, что как лучше делать, чем правительство. Я считаю, что в каждой отрасли должны работать профессионалы. У нас там профессионалы, да, Си? Я не профессионал в оценке этого, профессионалы они или нет. У меня есть своя, так сказать, деятельность. Если каждый будет заниматься своим, может быть, так сказать, и там. Ну, оценивать должны же мы их работу. Для нас работают. Ну, тоже, опять же, вопрос сложно оценивать. Если так вот начать смотреть по окружению, так сказать, я бы не сказал, что прямо так вот все плохо и безрадостно. А что вот хорошее, так быстренько, вот самое, что первое на ум приходит, хорошо? Ну, так сказать, у меня, допустим, все, нет ни одного знакомого, у кого бы не было там личного автомобиля, и, так сказать, в принципе, какие-то были бы уж очень тяжелые проблемы с жильем. По сравнению даже с теми годами, так сказать, когда я учился в школе, это серьезная, так сказать, разница. Так что, какой-то прогресский. Понятно, всегда хочется, чтобы было лучше. Больше, лучше, красивее, ну, так сказать, надо понимать, так сказать, иногда и радоваться тому, что есть. Главное, так сказать, вообще должны быть другие цели. Какие? Мне больше не нравится, что у нас как раз эти самые все нацелены какие-то вот, так сказать, допотребительские и прочее, так сказать. А надо в церковь, что ли, да, ходить? Ну, не обязательно в церковь. Должны быть просто какие-то интересы, более интересы духовные, культурные, это самое. А то мы все, так сказать, вся промышленность, все это самое нацелена на то, что мы производим мусор, по сути дела. Производим, выкидываем, производим, потребляем, выкидываем. Надо что-то производить, развивать, что-то, чтобы было на века. Ну, нужно объяснить, что это значит поподробнее просто, я не очень в теме, может быть. Это застой экономики на 20 лет. Нет, надо экономику нашу развивать. Я надеюсь, что в 2017 году все-таки пойдет рост экономики нашей, что мы, наконец-то, россияне, будем выходить из кризиса. Нет, он не пойдет. Они сами сказали, что все, 20 лет будет плохо, готовьтесь. Нет, мне кажется, что наоборот, нужно народ поддерживать и говорить, что все будет хорошо, и стремиться к этому, к улучшению. А вы не знаете, как сделать лучше? Ну, именно я-то не знаю, как сделать лучше. Выгнать их надо или пускай исправляют? Пусть исправляют ситуацию. Не нужно выгонять, надо, чтобы они исправляли ситуацию. Наверное, это не нам решать. Но, во всяком случае, вот эти все разговоры, они действительно просто пустые. Вот они сейчас расписались своей неспособности ничего сделать. Сказали, 20 лет будет плохо. Зачем они-то нам тогда вот эти 20 лет? Ну, для этого у нас должна быть альтернатива. Понимаете, просто сказать нет и уходите. А что дальше? То есть они должны остаться и исправить, да? Они должны все-таки остаться и исправить. Я считаю, что... Это как-то должно... Могут прийти и другие в страну. Если это не меняется, то... Только они не знают, как исправить. Вот мне кажется, они не знают. У нас просят. Пускай у народа спросят, он знает. Народ знает, он всегда поможет, подскажет, что ему лучше. А там уже можно... Просто у одного человека, а просто у всего народа. Ну, пока они народ ни о чем не спрашивают. Я думаю, если вы начали спрашивать, и люди выражают свое мнение, то это в любом случае даст результат. А я думаю, будут спрашивать. Поверьте, будут. Ну, я не слышал про 20 лет. Вам, наверное, пообещали, я такого не слышал. Не, вы можете набрать даже вот сейчас в интернете, в Яндексе, 20 лет стагнации. Три года еще будет такой переходный период, потом должен начаться подъем. Конечно, я в 20 не верю. Я думаю, что это будет... Три года это считаю. То есть, вот эти люди, они все исправят, да? Эти какие? Кто сейчас? В правительстве? Президент вот этот наш? У нас других нет. Я в них верю. Три года, да? Да. Через три года все нормально. Да. Я думаю, что все будет нормально.